ровно год назад нет год назад вышел фильм барби дэмови я вдруг вспомнила да существовали же такие куклы надо же я как-то много лет даже не интересовалась а как они сейчас выглядят мне почему-то всегда казалось что у них у всех одинаковые лица и только возможно меняются одежда профессии и что-то подобное решила я углубиться в эту тему и меня засало засало так что на данный момент я уже даже посчитать не могу сколько у меня есть кукол но сегодня не об этом сегодня я хочу рассказать о том как я влюбилась коллекционных барби а именно тех которые зовутся silk stone точнее не silk stone барби fashion model collection и вот я побежала в интернет искать возможно кто-то продает таких кукол на данный момент потому что знала что уже с определенного года их не выпускают и как я конечно была неприятно удивлена ценам на ebay хотя этим куклам уже довольно таки много их многих можно считать раритетными они довольно таки дорогие у себя в городе я нашла магазин где продают как новых так и винтажных можно сказать раритетных кукол и там была целая большая полка барби silk stone я в них влюбилась но решила подумать и подождать думаю все таки фильм такой успешный возможно мотел выпустят новых кукол и каково было мое счастье когда выпустили первые первое мне кукла почему понравилась она мне понравилась но я решила подожду еще наверняка должна будет выйти 2 и вот когда анонсировали вторую куклу я сразу же побежала вступила в клуб потому что этих кукол можно заказать только на сайте и если вы являетесь членом клуба 59 я вступила в клуб ждала считала дни и часы на первых же минутах и и пред заказала но там число доставки стояла примерно конец ноября или середины или начала ноября но что-то где-то в районе ноября и как я была удивлена получив на прошлой неделе письмо от мотел что моя кукла кукла была мне выслана ох как же я ее ждала последние минуты я ждала уже сидя у окна когда же курьер ее мне до дома принесет и вот я получаю вот эту заветную коробочку от мотел с той стороны не буду показать потому что мой адрес распаковываю и и конечно распаковывается она не очень-то легко я ее прям выдрала выдрала и там внутри была моя долгожданная заветная кукла вот прошло уже несколько дней я могу рассказать вам свои впечатления о кукле потому что до этого у меня никогда не было кукол в формате силукстон я конечно их видела держала в руках примерно представляла с чем мне придется столкнуться поэтому не было у меня уж таких вот заоблачных ожиданий но все же все же хотела поделиться своим опытом вот она моя куколка для видео я ее снова запаковала хотя я с ней уже играла она уже у меня переодевалась в аутфит вот этой красивущей поппи паркер кстати это поппи паркер мне пришла ровно через день после нее хотя я ее заказывала гораздо позже я ее выиграла на ебэй и угадайте за какую сумму я ее выиграла я наверное вставлю сюда картинку но не знаю мне кажется это прям подарок какой-то я их меняла аутфитами если смогу если получится вставлю сюда фотографии вот давайте откроем да 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 коробка такая нормальная принципе добротная коробка так снимаем ленту ну красавица не стесняйся выходе запах такой специфический даже точно не могу сказать чем пахнет пластиком вроде не пластиком но нет запаха как у новых кукол какой-то другой и сразу скажу в чем было мое первое разочарование когда я ее распаковывала я знала что кукла будет прикреплена на лентах вот у него лент лентами прикреплены ноги и талия но каково было мое удивление когда я увидела что такую прекрасную коллекционную красивую куклу они безжалостно просто прикрепили головой пластиковыми штырками код этой штучки до сих пор торчит штырек у нее из затылка не знаю это какое-то разочарование наверное это было сделано для того чтобы не испортилась ее прическа хотя по прическе я потом скажу чуть-чуть попозже так достанем ее из коробки я это сделаю за кадром вот куклу я открепила вот она красавица я не знаю чего я ожидала от этой куклы но по отзывам знала что у нее такое увесистое тело это сто процентов я могу подтвердить но что вот говоря по аутфиту и по исполнению ее прически конечно да молодцы что прикрепили они и обезопасили и прическу но прическа сделана неаккуратно я не знаю как показать но у нее везде торчат какие-то петухи и вот сзади но это не то что было на промо фотографиях это понятное дело вот спереди у нее здесь что-то выбилось в общем она так ко мне спешила что немножко растрепалась целом я надеялась все таки до последнего что вот это вот часть ее платье возможно отдельно и можно ее снять да она вот здесь крепится на крючках есть такая иллюзия но вот здесь на груди она прошита так что открепить не получится ткань у платья такая можно послушать не супер премиум здесь отдельно у нее подъемник колготки отдельно по туфлям туфли не знаю может быть у всех силкстоун раньше так и были туфельки обычные барбейные пластиковые туфли да дизайн красивый туфли различаются по моему налево и направо не вижу здесь никакой отметки нет но вижу что они не одинаковые и разрез сзади для удобства одевания в принципе и еще что могу сказать это моя первая кукла в колготках извините я немножко кашляю поэтому буду периодически останавливать видео еще что могу сказать это моя первая кукла в колготках поэтому для меня было такое небольшое удивление когда я впервые поставила на подставку оказалось что где-то пол сантиметра ее ножки не дотягиваются до основания и я подумала как то это странно все это выглядит поэтому попробовала снять с нее колготы и да оказалось что без колгот она идеально встает на свою подставку я не знаю почему почему на колготах не сделают лишних пол сантиметра чтобы они натягивались на нее до нужного состояния но такая вот особенность в принципе я не планирую ее оставлять в колготах стоять потому что боюсь вдруг ноги у нее окрасятся да и в принципе это как-то не очень заметно под ее шикарным платьем возможно эти колготы пригодятся в будущем какой-нибудь другой кукле поэтому красавица ножки чесаться не будут от колгот по украшениям украшения у нее добротные единственное вот это ожерелье она несъемная придется ей все время стоять в этом украшении у меня серьги красивые с камнями металлические увесистые единственное только нарекания по браслету браслет здесь он с надреза надрез такой специфический из-за того что украшение металлическая но по моим ощущениям она металлическая потому что расширить его у меня не получилось снимать и одевать его довольно таки неудобно но приноровиться можно в принципе единственное иногда она с ним с нее просто так слетает серьги я мерила на папе паркер подходят они даже ей куколка мне в целом нравится впечатление они хорошие со всеми нюансами я готова свыкнуться потому что я решила что буду ее переодевать я купила специально для нее швейную машинку хочу постичь швейное мастерство решить для нее разные другие образы куколка мне нравится прическу я думаю буду менять целом она мне очень даже нравится впечатление они у меня хорошие вот такой вот отзыв получился на куколку силкстоун напишите в комментариях нравится ли вам такие вот коротенькие обзоры спасибо что посмотрели мое видео всем пока пока